Здравствуйте, уважаемые близнецы! Это прогноз для вас на апрель 2019 года, в котором я хочу рассказать о том, что будет происходить в звездной канцелярии в этот период и как то, что будет происходить там, будет влиять на ваш солнечный или асцендентальный знак. Итак, апрель месяц для вас весьма неплохой, потому что в этом месяце ваш управитель планеты Меркурий уже набирает скорость. Напомню, что в марте Меркурий был ретроградным, шел вспять, и такое положение любой планеты является проблематичным для продвижения наших дел. В принципе, для решения дел может быть и не таким сложным, смотря какие решения мы ожидаем и какие дела мы делаем. Но когда планета идет вперед, тем более такая планета, как Меркурий, это один из верных признаков того, что пора двигаться дальше, что пора занимать новые территории, создавать новые проекты и реализовывать новые планы. И все это, скорее всего, будет у вас происходить примерно с 5 числа, когда Меркурий уже начнет набирать скорость, потому что выйдя 28 марта из ретродвижения, какое-то время он будет достаточно стационарным, но вот примерно уже в 5 числах станет двигаться вперед. Настолько очевидно для вас, что вы почувствуете то, что энергия пошла. В это время как раз ваш управитель пока еще находится в знаке рыб, и это положение достаточно непростое. В рыбах он уже находится с февраля 2019 года. И полагаю, что вы прочувствовали на себе это положение, потому что рыбы для вас знак непонятный, он несет очень много неясности, это знак крайне интуитивный, это знак чувствующий, потоковый, эмоциональный и очень нелогичный по своей природе. Потому, думаю, что события, которые развивались в феврале и в марте, они тоже были за гранью вашего понимания в какой-то степени, за гранью вашей логики. И, в общем-то, больше подчинялись каким-то интуитивным моментам, чем осознанным вашим решением, вашему осознанному поведению. Но и вы себя вели так же, вели себя больше, поддаваясь своим эмоциям и в меньшей степени тому разумному, тем мыслям, которые приходили в вашу голову. Я хочу выделить особенно период с 3 по 18 число, потому что это самое активное время в этом месяце, в апреле. И все начинается с Меркурия, который соединяется с Нептуном, как я уже говорила. Это соединение идет в знаке рыб, так что вам еще предстоит пока период в некотором степени более интуитивный, чем вы себе могли и себе вообще в принципе позволяете, чем вам это присуще. И знаете, расслабьтесь уже и не мучайте себя тем, что что-то происходит не так, что-то происходит вне вашей логики, вне вашего понимания, но как-то происходит и почему-то имеет еще и продолжение. Потому что так должно быть. Потому что в некоторой степени, может быть, вселенная сейчас отключает вашу волю, больше подключает вашу эмоцию, вашу интуицию для того, чтобы вы создали ровно те события, сделали ровно те поступки, которые уже потом в дальнейшем существенно повлияют на вашу жизнь. Обратите внимание на то, что сейчас в ней происходит, потому что это очень и очень важный, наверное, период с точки зрения переоценки важности, например, ментала, важности знания, холодного рассудка. И переоценки, может быть, какой-то определенной неважности, эмоций, чувств, которые вы всегда уводите на второй план. А вот сейчас они просто вошли в вашу жизнь и ничего с ними поделать невозможно, никуда их не подвинешь. И вот это время с третьего, например, по шестое число, это время очень такое вдохновленное. Это время, когда прозы вообще нет, одна поэзия. Тут, может быть, и эмоции, очень много эмоций, очень много какого-то воодушевления. Вы чем-то крайне впечатлены, может вам снятся какие-то яркие сны, при том эти сны содержат в себе какой-то даже характер предвидения, предчувствования чего-либо. Это время очень потоковое, когда к вам приходит много идей, которые потом можно будет доработать, вот именно уже таким холодным рассудком и уже пустить в реализацию. Так что не упустите этот момент, но это еще и время, когда вы можете запутаться в собственных эмоциях, в собственных желаниях и неправильно трактовать некоторые внешние сигналы. То есть время некоторого самообмана. Так что здесь тоже надо быть аккуратными, все хорошо в меру, как говорится, даже вдохновение. Но вам в этом поможет аспект между Меркурием и Сатурном, который создастся и будет кульминировать 7 апреля. То есть он создастся примерно 5-6. И аспект между Меркурием и Плутоном, который будет немного позже, 11 апреля он будет кульминировать. Значит, примерно время с 6 по 11 число, это время, когда вы в меньшей степени подвержены эмоциям, вы меньше плывете по течению и вы больше контролируете. Меркурий, Сатурн и Плутон это планеты яркого контроля, очевидного и явного контроля. И здесь вы в большей степени хозяин своего положения собственного. Хотя вам, конечно, непросто при таком Меркурии в рыбах. Но тем не менее, я бы сказала так, что если вы в какой-то степени доверяете тому, что происходит, вы немножечко более расслаблены, более творчески подходите к задачам, то это время прекрасно для реализации всего, чего вы хотите. В том числе и задачи по типу попасть в другой социальный слой, познакомиться с людьми более высокого социального материального положения, найти единомышленников, найти себе тот круг, коллектив рабочий, в котором можно дальше реализовывать свои идеи. Это все для этого прекрасное время с 6 по 11 число. Так что оно самое у вас продуктивное во всем апреле. Неплохое время и 12, и 13, и 14 число. Но здесь Меркурий имеет непростой аспект от Юпитера, от своего соуправителя на данный момент. И здесь будет по ощущениям такое желание сделать нечто масштабное. У вас будет впечатление, что вы к этому готовы, но не переоцените, не переоцените свои ресурсы, свою готовность, свои возможности, потому что вы безусловно получите столько, сколько надо, но не больше. То есть здесь вот такой, знаете, аспект немножечко ущербности в плане того, что я получаю, сколько я ожидаю и сколько я вкладываю, и ответ, обратная связь от вселенной немножечко будут несбалансированы. Хотя навряд ли это вас приведет в какой-то серьезный шок, очень навряд ли, но тем не менее может вызвать какое-то неприятное раздражение внутреннее. В дальнейшем сложности, я полагаю, и сложности, но и легкости должны закончиться, потому что в принципе дальше Меркурий, как ваш управитель, очень спокойно себя ведет, больше он не создает особо аспектов. Единственное, что можно выделить, 17 числа он переходит наконец-таки из рыб в знак Овна, и как-то динамика, ваш внутренний настрой становится более рациональным, более прагматичным и более пробивным. Ну вот, пожалуй, это в принципе все, что я могу сказать о периоде, который начинается примерно после 17 числа и вплоть до конца апреля. Интересным моментом является то, что 10 числа Юпитер переходит в знаки Стрельца в ретроградное движение. И у всех тех из вас, у кого в 22, начиная с 22 по 26 градус, есть, я имею в виду близнецов, например, есть что-то значимое, например, Солнце, личные планеты, асцендент. Это время важное, потому что Юпитер будет давать квадрат на положение этого элемента в вашей карте и будет вынуждать вас к реализации чего-то, к большей отдаче чего-то, к экспансии во что-то. То есть это, опять-таки, напомню, время 10 апреля, ну что-то плюс-минус 2-3 дня. Вот это время на вас будет достаточно сильно, может быть, действовать. Так что вот такая вот ситуация в этом месяце. Плюс еще у нас в знаке Рыб целый Селиум до 17 числа сохраняется, а знак Рыб от вас находится на расстоянии 90 градусов. Это 10 от вас знак, условно это сектор ваших профессиональных успехов, поэтому в профессиональной сфере до 17 числа могут происходить какие-то изменения, притом не очень явные. Они могут быть достаточно такие не очень проявленные, но вот чисто интуитивно вы будете понимать, что что-то меняется, что меняется пока непонятно. А вот после 17 числа, я полагаю, эти перемены станут очевидными. И вы их вполне возможно сами-то и включите, то есть проявите. Ситуация прекрасная по апрелю у вас, очень много возможностей для реализации, для самореализации, для решения каких-то сложных задач в этом месяце есть. И хотя апрель разный, но он тем и хорош, что его можно вот и так использовать, и по-другому использовать, и где-то отдохнуть успеть. Я желаю, чтобы у вас сохранялось прекрасное настроение, рабочий, такой рабочий позитивный настрой. И берегите себя. До новых встреч!